Я поздоровался, я сказал, что наш замечательный курс продолжается. И вот сегодня, перед тем, как я перейду к основной теме, как вы видите, это недельная глава ВАЙГАШ, я немножко расскажу, постараюсь помочь народу в вопросах, как нам разобраться. Во-первых, я надеюсь, что все знакомы с нашим Телеграм-каналом. На этот Телеграм-канал я стараюсь заранее выставлять материалы, которые мы будем разбирать, по крайней мере, два файла. Это сам текст, в котором я отмечаю, как вот вы видите, некоторые слова зеленым фоном, некоторые слова желтым фоном. Во-вторых, словарь. Те слова, которые я отметил зеленым фоном, я ставлю в словарь и нахожу им перевод. Иногда перевода недостаточно. Я беру комментарий из файла перевода Тора на русский язык. Я думаю, что все знакомы с тем, откуда я это беру. Но на всякий случай, на всякий случай, я сейчас поставлю в чат. Я поставлю в чат вот некоторые данные. Ну, вот давайте отсюда и досюда. Так, я нахожу наш сайт, и я ставлю в чат для всех вот такие две ссылки. Первая ссылка – это перевод Торы на русский язык, перевод, которым я пользуюсь. Есть переводы другие, и не всегда они совпадают, как вы сами понимаете. Вот, давайте посмотрим. К сожалению, вот по техническим причинам я не знаю, почему я не могу делать демонстрацию экрана. Но попробуйте вот эту первую ссылку открыть. Я ее тоже открываю. Так. И вот, что, значит, что я вижу. Это перевод Хумаша, прежде всего. Значит, на второй строчке мы видим название четырех книг Торы, правда, данные не в ашкенадской традиции. Берейшис – это Берешит, Шмоис – это Шмот и так далее. Но до пяти все умеют читать, правильно? Вот. Сейчас мы пока еще не вышли из первой книги Пятикнижа Берешит. И вот мы видим название недельных глав. Берешис, Ноях, Лех, Вайро, Хаейс, Ро. Когда у него эти курсоры подчеркиваются у вас недельные главы. Вот. Сейчас мы находимся в недельной главе Вайгаш. Вот. Я щелкаю по ней. И я открываю. Вот у меня написано в том, что с комментариями Раши и Сон Чино. Книга Берешис, то есть Берешит. Недельный раздел Вайгаш. Так он звучит. И Пашки Наски тоже. И вот что я вижу. Начинается он с сорок четвертого параграфа. Так я это называю. Но сорок четвертый параграф не с начала, а с восемнадцатой фразы. С восемнадцатого пасука. И подступил к нему Иуда и сказал, о господин мой. Тот, кто параллельно со мной делает, решает те же действия, да, он видит этот текст. Интересно. Дальше вот доходит сорок четвертый параграф. До конца последний пасок тридцать четыре. Дальше идёт сорок пятый параграф. Они тут называются главами. Сорок шестой параграф. Сорок седьмой параграф. Он доходит до конца. До конца. Теперь. Я поставил вам в чат ещё ссылки, точнее пять ссылок на текст Торы. Вот давайте откроем первую ссылку. Вот первая ссылка, в которой есть в конце Т0101HTM. Так. Это вся книга Баришит. Это вся книга Баришит. Вот. И предоставил нам такую возможность Махом Мамре. И вот что мы видим. Мы видим текст. Отсюда, собственно говоря, я текст взял для своего файла. Так. Здесь текст дан не в разбивку. Не в разбивку по недельным главам. А в разбивку по параграфам. Если мы хотим прочитать недельную главу Баришит. Недельную главу, извините, Вайгаш. То, что читали вчера в субботу в синагогах. Шаббат Вайгаш. С чего мы должны начать? Кто мне подскажет? Вот я вижу. Первая строка написана Танах. Потом Баришит. Потом Аколь. А дальше идет вторая строчка. Перек. Алиф, Бет, Гимел, Далет, Эй. И так далее. Что это такое? Не главная. Это номера, как я их называю, параграфов. Последний параграф в книге Баришит имеет номер Нун. Нун, я вам сразу говорю, это 50. Они идут по порядку. То есть практически по алфавиту от Алиф до Юд. Смотрим дальше. После Юд идет Юд, Алиф, Юд, Бет, Юд, Гимел, Юд, Далет и так далее. За одним исключением, которое сейчас мы разберем. И доходим до Юд, Тет. Дальше идет Каф. Каф, Алиф, Каф, Бет и так далее. Сейчас я открою вам секрет, который называется Гиматрия. В каждой букве алфавита английского соответствует число. Если мы напишем алфавит по порядку, против каждой буквы мы пишем сначала, прибавляя единицу. Буква Алиф, первая буква алфавита, она имеет числовое значение. Один. Бет два. Гимел три. И так далее. Итак, мы доходим до Юда. Юда это 10. Теперь, как нам назначить число? От одного до десяти мы знаем. Дальше, как нам написать одиннадцать? Одиннадцать это 10 и 1. Мы пишем Юд и Алиф. Юд Алиф это 11. Юд Бет это 12 и так далее. Теперь, после Юда мы добавляем по десятке. Следующая после Юда буква в алфавите это Каф. Она имеет числовое значение 20. Лам это 30, мэм 40, нун 50. Здесь мы доходим до нун. Последний параграф имеет номер нун. Это как раз 50. Перед ним что идет? Мэм тет. Мэм это 40. Тет это 9. Мэм тет это 49. Да? Итак, мы с вами обнаружили, что наша недельная глава начинается с параграфа под названием, под номером 44. Как мы выяснили, 40 это мэм, а 4 это Алиф Бет Гиммел Далет. Значит, 44 параграф это мэм Далет. Я щелкаю по мэм Далет и открывается у меня параграф мэм Далет. И вот я вижу. К сожалению, не могу вам показать. Демонстрация экрана не работает. Что я вижу? Решит Перек мэм Далет. Теперь, понятное дело, что здесь на экране Махон Мамре дает мне параграф 44 сначала, а недельная глава начинается с фразы номер 18. 18, давайте увидим, сколько это. 18 это 10 и 8. 10 июн. 8, не слышу вас, 8, хэт. Ищем фразу мэм хэт и вот находим ее. Вот я ее нашел. Она начинается со слов Ваи гаш э лав е лутан. Вот отсюда я в свое время скопировал текст. Теперь, в недельную главу нашу входит, кроме мэм Далет, еще мэм хэй, мэм вав. Что еще? Мэм хэй это 45, мэм вав это 46 и последний параграф 47. 47 это мэм зай. Мэм зай. Вот и вся премудрость гематрии, которая пока мест вам нужна. Я поставил на наш канал Телеграмм табличку, где каждой буквой алфавита написано соответствующее число. Итак, если мы будем продолжать по алфавиту, мы доходим до буквы куф, которая значит 100. А дальше мы прибавляем по 100. Следующая после куф буква это рейш. рейш имеет числовое значение 200. Дальше идет шин 300 и тав 400. И на этом, к сожалению, у нас закончился алфавит. Как же нам быть с числами 500, 1000 и так далее? Я не буду пока вам это рассказывать, но для того, чтобы, например, передать число 500, 500 мы представляем как 400 и 100. 400 – это что? Тав. 100 – это что? Куф. То есть тав – куф. 600 – это тав и что? Рейш. 700 – это тав, шин. 800. 700 – это тав, шин. Да, верно. Тав – это 800. Чтобы сделать 900, мы что делаем? Тав – тав и, очевидно, куф. Да? Некуда деваться. Так. Как нам передать тысячи и так далее, я пока вам рассказывать не буду. Так. Я скажу вам, что год сейчас идущий по еврейскому алфавиту, а какой сейчас идет год? Какое, милое, у нас тысячелетие на дворе, кто мне скажет? Это 1782. Второй. Совершенно верно. Так. Давайте оставим 5000. Можно пока без них обойтись. Да? Как будто бы не было никакого баг-альпаима. Да? Как баг-альпаим называется по-русски? Проблема 2000, да? Не будем отмечать, что это 5000. Напишем просто 782. 700, как мы выяснили, это что? 300 и 400. Это 300 и 400, то есть товщин. 80 это что? 80 это буква пей, и 2 это бет. Бет, бет. То есть наш код обозначается как товщин пей бет. Это уже немножко больше, чем вам нужно, чтобы ориентироваться в наших электронных изданиях Тора и Перевода. Да? Так. И теперь я вам обещал рассказать одно маленькое исключение из правил. Давайте посмотрим еще раз на оглавление книги Берешит. Вот вторая строчка идет. Алиф, бет, гимел, далет, эй. И так далее. И вот после ют, далет, да? Мы вправе ожидать что? Юл и эй. Да? 15 это должно быть вроде бы ют и эй. 10 и 5. Вместо этого мы видим тет и вау. Дело в том, что ют и эй совпадают с написанием одного из имен Всевышнего. И чтобы не спутали люди, чтобы не сказал человек, не разобравшись случайно, имя Бога вместо числа 15, было принято число 15, обозначает не как 10 и 5, а как 9 и 6. 9 и 6 это тет вау. Аналогично вместо ют и вау, которые тоже вроде бы как имя Всевышнего, да? Мы пишем тет и заин, то есть 9 и 7. Итак, числа 15 и 16 обозначаются не с гей, а с тав, извините, с тет, тет вау и тет заин. Дальше мы возвращаемся к тому же самому. Ну, могут быть и другие исключения, о них мы говорить не будем, но вот вам вся премудрость называется гематрия. Я надеюсь, что это вам поможет. Итак, тот, кто хочет заранее подготовиться, в честь ему и вала, к нашему занятию, вот, будем считать, что я вовремя поставил файлы на наш канал в Телеграме, да, открывает их и видит текст. Если он хочет посмотреть самостоятельно, да, он открывает сначала русский перевод. И в нашем случае, да, он видит, что в недельной главе вайгаш у нас имеется конец главы 44 и глава 45, 46 и 47, да. Соответственно, он переводит это 44 как мем-далет, дальше мем-хей, мем-вав и мем-заин. Вот, что я хотел вам сказать. В прошлых, в прошлом, точнее, в прошлом и позапрошлом курсах мы разобрали с вами несколько глав, какие можно посмотреть. Все это есть у нас в архиве. И я посмотрел, чтобы не повторяться. Вот, и сегодня для нашего урока я выбрал, значит, параграф, я выбрал параграф, параграф выбрал я, параграф, который называется мем-хей. Мем-хей, как мы выяснили, это 45, 45. Начинаем с первого пасука. Переводим. Вело ехоль и не мог, да. Вот этот глагол ехоль, он в прошедшем времени имеет такую форму, а не, как мы привыкли, а-а. Йосеф ле-гит-апек, это значит сдерживать себя, сдерживаться. Ле-голь, ко всем буквально гадница, видница, это представшие, ко всем представшим Аллах, то есть на него, имеется это перед ним, то есть пред теми, кто находился напротив него, не мог он больше сдерживаться. Ва-и-кра и вскричал. Го-ци-у, это императив, ле-го-ци, это значит вывести. Выведите, коль-иш, каждого человека, то есть всех, ме-алай, от меня, то есть всех, кто присутствует здесь, выведите. Вело-ам-ад, и не стоял, ишь, человек, и то с ним, то есть не было рядом с ним никого. Бе-гит-ва-да, понятно, что это глагол иит-ва-эль, да, корень здесь какой? Корень здесь я-да, я-да, знать, да, но, 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 буква ю здесь заменяется на ва, очень редко, но такое бывает. Бе-гит-ва-да, это буквально узнать себя, дать себя узнать, быть, точнее не быть узнанным, да, а сделать так, чтобы узнали, да, то есть как открыться буквально, обычно так перевод, когда открылся Йосеф, эль-эхав братьям его. Вот такой трагический, практический момент, да, самый кульминационный момент истории с Йосефом. Предоставим микрофон, а не, бей-гит, пожалуйста. Так, бей-гит-ва-да, не бей-гит-ва-да. Бей-гит-ва-да, не бей-гит-ва-да. Ну, падал, получается, падал свой голос, ну, с плачем, получается. Плач, бе-гит-ва-да, ли в-кот баха плачет, да, баха. услышали египтяне и услышал там множественное число словами царем имеет форму множественного числа все двойственного числа и услышал дом пару и услышал дом фараон спасибо кстати так на берешь гиммел если можно нет с лиха хорошо пропустим да кстати мейцар это пролив мейцар это пролив мейцар это пролив тимофей а так вообще-то я читал на самом деле что митраем двойственное число и потому что был верхний и нижний египет там она 20 это не описание еще по-другому не расслышал это описание цар это слово саяр художник с юр рисунок может быть вот здесь какая-то связь есть а еще если можно раз уж мы вспомнили гематрии то у мейцарами ссср вроде одна и та же гематрии да 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 я проверял знаете где в синагоге на субботней молитве еще при советском союзе да да там висела большой плакат молитвы ссср да да но вообще цар царь на царь похоже нет да кстати вообще-то да царская власть которая цару белая да таки есть так оно так оно и было светлана давайте гиммел я помогу вам вайомер юсеф и сказал юсеф братьям его да обратите внимание что вот родственные отношения как ах м они часто исключения например должно быть а брат его ахо а на самом деле ахив а это братья во множественном числе а не юсеф что это я юсеф я юсеф он открылся да га од ави хай га это вопрос который мы переводим ли что получается жив ли еще отец мой жив ли отец мой да жив ли еще мое отец все правильно светлана так вело яхлу яхлу это как могли точку что у нас было и не могли и хав братья его ответить ему отвечать да теперь интересно здесь написано ла но о то мы сейчас так не говорим мы говорим ему но ответить ему ки потому что не вагалу были буквально потрясены да ми панав от лица его то есть вот этим признанием они были страшно поражены так вот я сейчас посмотрю мивгаль испугаться вот вот какой перевод дает нам словарь да потому что были они очень испуганы почему они были испуганы я думаю объяснять не надо так хорошо спасибо тимофей да далек майомер юсеф элехав кшуна элай вайгашу вайомер они юсеф ахихе ашер мехартэм оти митхайма и сказал юсеф братьям его подойдите пожалуйста ко мне и подошли и сказал я юсеф брат ваш которого который махартэм вы продали который продали это меня который продали вы меня митраима исламец рай в египет да спасибо тимофей так иван вы сегодня функционируете все нормально да да вы поможете нам прошу вас да спасибо иван тут тоже немножко сложновато но я вам помогу вы ата помните что это сейчас сейчас теперь так аль это отрицание теперь ацву ацву это грустный буквально не грустите не сожалейте бе аль йихар ну только что у нас было в прошлой недельной голове это слово и в шма у нас есть в хара афашем возгорится да и пусть не будет досадно досадно бе эйнэйхэм вазах ваших ки мэхартэм ути гэна можете перевести так ки ки а видите да ки потому что значит пусть не будет вам досадно и не сожалеете что мэхартэм продали вы о ти меня слово гэна это значит сюда сюда да то есть в египет обратите внимание что ни разу а юсеф не использует слово египет он говорит тут здесь сюда да потому что он вовсе не показывает что он горд своим положением в этом египте потому что главное для него оставаться евреем помнить свой род да вот гэна это как сюда значит в современ в израиле к сожалению это слово не очень употребимо обычно говорят ла по что совсем неправильно мне это просто режет ухо да гэна это правильный не а почему неупотребимо послушай вообще-то грубоватое выражение это это бояна 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 это иди пожалуйста да это бояна это бояна точно так же как молодежь не говорит кэна но смотри я бояна 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 да ты что это действительно это похоже на на там на действительно а бояна 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 это да ну ну ладно хорошо гэна разобрали ки потому что ла михия что такое михия это пропитание да альга михия варакалкала так шелахами что это значит послал послал меня шелаха да кто луким всевышний лифный хэм перед вами то есть до того как вы сюда пришли спасибо иван у нас был еще один товарищ по имени Андрей может быть он испугался что я кого-то буду заставлять смотрите если вы знаете кто такой Андрей если он снова появится передайте ему пожалуйста что только вот все сугубо добровольно кто хочет ему предоставляется слово нет так пожалуйста и я всегда готов помочь давайте это следующее я возьму вав да ки зэ шенатайм харав бекарав варакалкала вауд хамеш шаним ашер эйн хариш векациир ки зэ ибо вот зэ это этот шенатайм два года от слова шана харав это голод бекарав маарит среди земли вауд и еще хамеш шани пять лет ибо ему сказано что семь лет будет голод да ашер которые эйн не имеется отсутствует что такое хариш сеяние да посевы векациир лекцор это сбор урожая не будет посева и не будет урожая вот такие вот грустные года это а в словаре хариш это пахать пахота пахота да ну пахота правильно пахать точно точно я я а конечно сажать это лизроа да пожалуйста так ну что анна да это рассеять не сажать а сеять я сказал что это лизроа да хариш это что хариш ну как хариша хариша это как это по-русски называется не копалка а чем взрыхляют землю плуг правильно вот хариш да ну вот мы так и сказали что это да 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 это я перепутал извините так зайн анна да вы пришла хенни элаким лифный лифный хэм лэшалом лохэм шарит баарет улэ хайот лохэм литвы там гдула и послал меня всевышний перед вами для для мира буквально lad поставить в оставить вас оставить вас на земле на шарит получается шари это остатки оставить оставить вас на земле для чтобы быть лохайок давать жизнь чтобы оживить вас и как бы спасти вас, для спасения большого, для спасения великого, да, совершенно верно, спасибо, Анна, Коля, как вот вам. Вот слово флейта, я думаю, что вам знакомо, да? Флейта, это именно наше спасение, да? Лха хайот, да, от слова хай, есть у нас, например, в благословении меньше ложа. Лха хайот бе нефеш коль хай. Ну, кто знает, тот помнит, да. Спасибо, Анна. Так, ну что, Светлане придаем? Да. Прошу вас. Я слышу. Утянь. Утянь. на киха лохим ваишмени леав лефар о у леадон лехоль бейтон у машин не вы не выйдет теперь шалах тем шалах это послать отправить просто прохождение время шлах тем вы послали оти это меня гена как вы поняли это сюда и в данном случае как противопоставление но а и луки всевышний от слова ласим положить буквально и положил меня вот это дни это дополнительный суффикс который показывает на кого направлено действие да то есть положил кто всевышний кого меня да а это буквально отец хотя есть комментарии что это некое египетское слово которое означает начальник против такой главный фараон у леадон господин лехоль бейтон всему дому его теперь слова мошель это правитель значит иногда противопоставляется мэлех это тот чьи подданные согласны с его царствованием а мошель это как бы узурпатор но здесь не подчеркивается это по всей земле египетской так благодарю тимофей да . да Мартем Аллаф, Ко Амар Бин Ха, Йосеф, Самани, Элогим, Лаадон, Лихоль Мицраим, Геда, Аллай, Эль, Таамот. Переводим. Магеру, поспешите. Точно, магер, магер, быстро. Цигель, цигель. Ве Аллу. И поднимитесь к отцу моему, и вы скажите ему. Ко, так вот. Ко Амар, так сказал сын твой Йосеф, поставил меня Всевышний, Леадон, господином над всем Египтом. Рда – это императив. Я рад. А, да, я рад спустись ко мне. Альта Амут, не задерживайся. Да, 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 не стой, не стой на месте. Да, 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 верно. Спасибо. Спасибо. Иван Юн. Ваешавта, ваирыц, гушин, ваита, коров, элай, ата, ваныха, 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 вэцуныха, вэкарыха, вихаль ашилах. Холь ашилах. Да, да, да. И поселился в земле Гошин. И поселишься, это будущее время, переворачиваясь с прошествия на будущее. Да, да. Вэгаи-то, гаи-то ты был, а вэгаи-то и будет. Да? Да? Прошу вас, коров. Чтобы быть ближе к нам. Будешь близким, элай, ко мне. Ата, у ваныха. Ты и твои сыновья. У вней ваныха. И сыновья твои сыновей. Теперь цон ха, цон, это мелкий рогатый скор. У вакар ха, бакар, это крупный рогатый скор. Вэхаль ашер лах. И все, все, что у тебя. То есть переселяйся со всем имуществом. Спасибо, спасибо. Ю, алиф, я читаю. Вэхил калти отха шам. Ки отха мешаним раав. Пэн тивареш ата у вейтха вэхоль ашер лах. Вэхил кал. Слово кал-кала. В обоих случаях каф это пропитание. От слова коль. Есть мнение, правда, что от слова охер. Да? Кал-кала это экономика и пропитание. Аль-ханхиава, аль-кал-кала. Опять же, благословение за еду. Интересно, что если каф заменить на куф, получится другое слово. Лэкалькель это портить, ломать. Я слышал такую шутку, когда спрашивают, какая твоя специальность. Человек экономист, кал-кала. Его переспрашивают, через каф или через куф. Через каф это экономист, а через куф это портитель. И буду я снабжать от ха тебя, шам там. Ки од хамеш шаним раав. Иван. Так, ки од ибо еще хамеш шаним пять лет раав. Помните? Голод. Слово пен означает, чтобы не. А вот это вот тибареш. Сейчас я попробую посмотреть, что я нашел в словаре. Тибареш. Тибареш. Опа. Так. А где же у меня словарь? Я его, наверное, закрыл. У кого-то открыть словарь, чтобы мне не искать? В переводе говорится, чтобы не обнищал ты. Ага. И дом твой. Так. А, чтобы не обнищал. Ну, пусть будет так, да. Ты и дом твой. Так, что у нас там дальше идет? Ага. Так. Так, отнюхся я, да. Увейт хай и дом твой. Выхоль ашер лах. И все, что у тебя. И все, что у тебя. Да, понятно. Анна, прошу вас, Ютбет, а я пока... А, нет, я должен читать, или нет? Я это прочитал. Вы. Вы. Вы прочитали, но вы прочитали. Понятно. Тогда Ютбет это Анна, да? Да. Теперь я. А, прошу вас, а я поищу свой пайл. Так. Так. И вот, глаза ваши видят и глаза брата моего Беньямина, ибо устами моими говорю я с вами. То есть вы сами убедились, что я вас не обманываю, что я именно тот, за кого себя выдаю, а именно Юсеф. Да, понятно, понятно. Вот я нашел в словаре. Гураш был оставлен наследство. То есть Морешет Еруша. Да? Но Раши объясняет это, чтобы не объединил с тем же значением, что Мореш делает нищим и обогащает, как это в книге Шмуэля. Вот оно как. Так. Хорошо. Следующий пасок это что? Ютгимел, да? Ютгимел? Да. Секлана, да? Прошу вас. Ави хадетем, ле ави, етколь, кевоти, бемицраем, ве, етколя, шер, жайтем. Умень хадетем, ве хорадетем, ет ави. Хена. 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 Хена, да. Вегигадетем, ле гагид, магид. Помните? Рассказать, рассказать. И расскажите. Так? Ле ави. Это что? Ави. Ави. Атцу моему. Да. Эт коль кевоти. Что такое кавоти? Почет, уважение. То есть Юсеф вовсе не кичится этим уважением, да? Но очевидно он считает нужным, чтобы отец не волновался за него и не волновался за себя и свою семью. То есть Юсефу приглашает, подготовив материальную бацю, да? Все, весь почет мой в Амитрае и в Египте. Ве эт коль ашер раитем. Раитем, что это? Все, что видели вы, да? Все, что видели. У ми хар тем, это глагол в Пи-Эле. Поторопите. Ле махер. Иногда говорят другой корень. Лезариз. Ве хорад тем. И буквально спустите. Да. Эт ави отца моего хена сюда. Так. Юд далит Тимофееве, пожалуйста. Да. Ваеполь аль цаурей, беньямин, ахав, ахиф. Ваепха. Ваевка. Вот такое специфическое слово. Да. Да. У Вениамин баха аль цавраф. Ваеполь. Да. И припал. Буквально упал. Как дословно. Да. Упал. Аль цавар. Цавар это шея. Ну, по-русски говорят на плечо, плакать на плече. Ну, здесь практически то же самое называется на шее. Цавар через аль. Как будто в Селикхути. Да. Цаварей беньямин. Буквально на шее. На шее, что ли? Да. Получается так. Окей. Да. На шее Вениамина. Да. Новорон братник, он тоже с Алифом. Да. Ахив брата его. Ваевк. Это слово баха. Да. И плакал. Вот это вот интересно. Кав, Софит, все-таки существует. И очень редко, но используется в Танахе. В современном, вы видите, это стихи. Хав, Софит. Вот именно это слово баевк в несколько раз встречается у Маши. Да. У Вениамин баха. И Вениамин плакал на его шее. На его шеях. Вот так. Почему здесь во внашенном числе? Не знаю. Я просто не смотрел. Комментарии, может быть, что-то и есть. Так. Спасибо. Спасибо. Теперь. Вот мы прочитали посыл под номером Юдалит. То есть 14. Следующий посыл 15. И 15, как мы выяснили в начале уроков, это Тет Вав. Посылка Тет Вав. Пожалуйста, Иван. Да, верно. Спасибо. Спасибо. Ва и на шеях. Поцеловал. Расцеловал всех братьев. И плакал. Ва и на шеях. Буквально на них или про них, о них. Да? Ну, понятно. Очень волнуют. А потом с ними заговорил. Да. А потом, а после этого Дибру, Этхав и То. Говорили братья с ним. Да? Верно. Спасибо. Тет Зайн. Тет Девять Зайн. Семь. Вместе получается 16. Ве га коль нишма бейт паро леймор. Бау ахе йосеф. Ва йитав бе эйней фаро у в эйней абадав. И голос. Слово коль через куф. Это голос. Нишма. Был услышан. Бейт паро голос. Дом фараона. То есть в фараона. Говорящий. Бау пришли братья Йосефа. Ва йитав от слова Тов. И хорошо это было. Глагол со словом хорошо. Быть хорошим. Вэйней фаро. В глазах фараона. У в эйней абадав. И в глазах братьев его. Да. Юд. Зайн. Ана. Да. Так. Юд Зайн. Ва йомер паро эль Йосеф. Эмор эль. Ахеха. Зот асу. Таану. Эт. Бе эрхэм. Улху. Бу арца. Кнаан. Так. И сказала фараон Йосефу. Скажи своим братьям. И так сделайте. Анот. Я это слово не помню. Что-то надо было сделать. Таан через айн. Это значит загрузить. А в современном еще и зарядить. Например. Зарядное устройство называется мат-эн. Так. А еще таана. Это утверждение. Они тоэн. Я утверждаю. Таанот. Это некие высказывания. Утверждение. Таану. Это бе эрхэм. Имеется ввиду. Навьючте ваших. Животных. Животных. Верховых. И возьмите. Возьмите. Идите. Идите в землю. Кнаан. В землю Кнаан. Да. Да. Совершенно. Анна справилась. Хотя прозубь была сложная. Спасибо. Так. Светлана. Ютхэт. Спасибо. Тут тоже понадобится моя помощь. Но начните. Возьмите, 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 и возьмите отца вашего, дома ваши, имеется ввиду семьи. Перейдите, пожалуйста. Все добро, что в стране египетской, в ихлу, это ахаль в императиве, и будете кушать, и скушаете, это хелев хаарец, слово хелев, которое пишется как халав, означает лучшая часть, буквально хелев это жир, жировые отложения в туши, например, молочного барашка. Хелев хаарец, это есть такое выражение, лучшее, что есть в стране. Вот так, спасибо. Тимофей и Ютед. Ютед. Возьмите. Возьмите. В это, 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 мецаве, тебе заповедано. Да, спасибо. Да, тебе было заповедано, то есть ты получил приказание, зод асу. Делайте следующее. Делайте следующее. Это сделайте. Тогда слово. Да. Возьмите себе мецраем из земли египетской. Телеги. Для детей ваших. Да. Табхэм, это молодец. Да. В лин шейхэм нашим. Нашим, значит, для жён ваших, для женщин ваших. Да. Ум сатэм. Насатэм, наса, это буквально поднимать, возвышать. Угу. И перенесите их. Нет, авихэм, отца вашего. А, и перенесите вы, это авихэм, отца вашего. То есть поднимите отца вашего, да, ухваты, и придите. Да. Совершенно верно. Обратите внимание на слово «агалот». Во-первых, в комментарии многие говорят, что в те времена телеги были предметом роскоши. То есть, если кому-то что-то надо было перевезти, он нес это либо на горбу, либо на оцле, либо, в лучшем случае, на верблюде. Но повозки были крайне редки. Поэтому отдельно каждый раз это оговаривается. И то, что Яков увидел, что сыновья вернулись с повозками для того, чтобы весь домашний скарб перевезти туда, в Египет, да, доказало ему, что это именно сын его позаботился об этом. Потому что никто другой такой власти иметь не мог, да. И есть еще один интересный комментарий, что слово «агалот» можно прочитать другими голосовками, как «эгалот». Эгалот – это тёлки, да, телицы. И в этом заключался намёк, что как бы знак, что перед тем, как отослать Йосефа братьям 17 лет назад, да, отец изучал закон про «эгла-аруфа», про тёлку с проломленным черепом, да. Это особый такой закон специфический, да, а «галот» как «эглот». Но я думаю, что никто из нас не сообразил бы, что телей не намекает на тёлку, но речь идёт о высших, о людях высшей духовности. Поэтому тоже такое возможно. Так, спасибо. Ивану достаётся как, да? Так, так, хорошо. Не жалейте. Да, да, да. И ваши глаза, аль-тахос, пусть не будут щадить жалей. Аль-кэлей-хэм. Кэли – это сосуд, инструмент и вообще имущество, да, то есть всё, что у вас есть. То есть не… если вам придётся что-то там оставить, не жалейте это, да, потому что достаточно будет того, что я вам дам. Ки-тув-коль-га-арец-митсраим. Вот что, потому что хороши? Всё лучшее, что есть в земле, коль эрец-митсраим, да, лахэбу. Для вас? Это для вас, да, да, спасибо, Иван. Так, каф-алев-гят. Ба-я-асу хэн бне Испраим. Вайтэн лахэм, Йосеф, агалот апи пар-о. Вайтэн лахэм цэда ла-дарэх. И сделали так, сыновья Израиля, и дал им Йосеф тилеи по устам, то есть как велел пар-о фараон, и дал им цэда, это пропитание, пропитание на дорогу. То есть им надо, им надо, значит, что-то есть, пока они придут туда, вот, и, соответственно, поскольку они пришли везде не просто так, а за продовольствием, то, значит, очевидно, там продовольствия у них нет. Значит, для прокорма семьи, по крайней мере, на то время, пока все соберутся, и на дорогу оттуда, из Эрецк-на-ан, в Митраим, да, можно столбить едуль. Да, так, каф-бет. Да. Да. Халифа, смолок, вот, как это? Перемена, перемена одежды, перемена платья. Да, перемена верхнего платья. А Беньямину дал еще 300 серебряных монет, денег. Да. И Хамеш 5, перемен платья. Да, 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 совершенно верно, спасибо. Вот я думал, почему на иврите халифа от слова халав, лагахлив поменять, да? Если человек ходит в костюме, так он же, наверное, и будет ходить в костюме, но ни на что другое не сменит, да? Но, вот, может быть, отсюда халифа, как смена одежды, да? Перемена одежды, да. Аналогично кова, да? Что такое кавуа? Постоянное. То есть, если человек ходит в шляпе, то он же без шляпы не выйдет. Но здесь я шучу, да, чтобы вы не поймали меня на слове, потому что кова пишется через, так, минуточку, кавуа. И кова, да, одно пишется через кавуа, другое пишется через кув, чтобы вы меня не поймали. Я это знаю, это не более чем шутка. Так, и так, халифа – это костюм, и халифа – это смена одежды, и поменять, да? Так, заметно, спасибо. Так, Светлана. Отсюда интересно, я слышала, что когда ты переезжаешь, надо ставить всю старую одежду и не прицепливаться к старой, а когда переезжаешь, просто вот оставить все и взять новое. То есть на новом месте все новое? Да, да, вот ты переезжаешь в другой город, не цепляйся за золото, как вот в Холокосте, держались люди, не уезжали, вот, поэтому много погибло, держались за старые дома. А когда приезжаешь на новое место, он сказал, я вам дам все, оставьте все, переезжайте. Здесь это так, да. Я вам дам новую одежду и все, да. У меня была ситуация с женой Лота, которая глянулась, да, ей было жалко оставлять место. Я вам за это расскажу анекдот. Что я вижу, Венсон Мисеевич, вы приходите на шедух, пока вы еще не развелись со своей старой женой. Мира Абрамовна, а скажите, когда вы идете покупать новые туфли, вы еще босиком приходите? Так, прелестно. Тимофей, да? Нет, Светлана, Светлана. Вам достается? О, там гибел, да? Да. Тут сложная фраза, и у нас уже время подходит к концу, а я хочу дать пофразию еще Тимофею Ивану, так что я вам помогу. Уле Абрамовна, и отцу его, шалах, послал, казот, как это буквально, асара хамурин, что такое хамор? Посел, 10 ослов, имеется в виду носа им, несущих поклажу, ми, у Митраи, из добра египетского, ва эсер атонот, атон это ослица, и 10 ослиц, да? Носот, который перевозили бар. Бар в данном случае это урожай зерновых, то есть именно зерно. А почему здесь речь идет и здесь, и в предыдущих главах, в первую очередь о зерне, потому что зерно можно запасать надолго, в отличие, например, от картошки. Ну, картошку тогда мы не ели. Тимофей, прошу вас, как дали? Да, в дали. Кто там больше виноват, и из-за чего все это произошло. Так, Иван, прошу вас, кафей, и на этом мы закончим. И поднялись из Египта в страну Кнан. И пришли из страну Кнан. И поднялись, поднялись. Мы сыну Кнан, к своему отцу Якову. Эль Яков, к Якову, отцу их, да. Вот, пожалуй, все. Ну, что мы успели, то успели. Дальше идет сцена, как... Якову говорят о Юсеф Хай, и как он принимает это известие. Но это вы можете почитать самостоятельно. Так, спасибо всем за внимание, и с Божьей помощью до встречи через неделю. Счастливо, всего доброго. Спасибо всем, да. Спасибо.